Гуманная социальная политика. В ее основе не только защита права и свободы каждого гражданина, но и прощение тех, кто оступился, но осознал свою ошибку. Это демонстрирует и указ главы государства о помиловании группы лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления. О тех людях, которые начинают новую жизнь, материал программы. Житель Шахантагурского района Салих Камилов несколько лет назад присоединился к одной из экстремистских организаций, в результате чего был осужден. Сегодня перевернута одна из самых грустных страниц в истории его семьи. Мама, мука Рамая, не скрывает своего счастья. Ведь, наконец, настал день, когда все родные и близкие могут собраться вместе. Как только сын переступил порог родного дома, я крепко обняла его и не хотела отпускать. Я просто не верила своим глазам. Мы столько ждали его, так надеялись на встречу. Для нас сегодня большой праздник. Спасибо за то, что моего сына помиловали, поверили ему. Теперь он будет жить и работать во благо Родины. Помиловать того, кто ошибся, простить оступившегося. А они, в свою очередь, осознав и раскаившись, говорят, что это заставило их в корне присмотреть свою жизнь, изменить взгляд на привычные вещи, ценить каждый прожитый день. Азимжон Халиков также в числе тех, кто освободился досрочно. Этот день для нас двойной праздник. 28-летие независимости и возвращение сына. Эти дни стали для нас незабываемыми. Жаль только, что отец, который ждал его с таким нетерпением, не дожил до этого дня. Большое спасибо президенту за понимание, прощение, помилование. Возвращение помилованных к своим семьям – яркий пример гуманизма, свидетельство ценности каждого гражданина нашей страны. Задача государства общества – не только простить, но и оказать действенную помощь для социальной адаптации этой категории лиц, их трудоустройства, приобщения к здоровому образу жизни. Для этого комплексные меры принимаются целым рядом министерства ведомств. Согласно указу президента, 65 лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном, твердо вставших на путь исправления, помилованы и прощены. Умение прощать – это гуманное качество, присуще нашему народу, одна из отличительных черт нашей религии. 65 помилованных лиц и столько же счастливых семей. А чтобы в этих семьях навсегда возразились покой и благополучие, они должны начать жизнь с чистого листа. Президент их помиловал, а наша задача – помочь им вернуться в социум. Дальнейшая судьба этих людей во многом зависит от атмосферы в их семьях, схода граждан, от неравнодушия и участия окружающих. Но в первую очередь от того, какой дальнейший путь они выберут для себя, насколько неуклонно будут ему следовать от того самого искусства маленьких шагов.